мое почтение товарищи винокуры сегодня будем перегонять спирт сырец который я получил из глюкозно-фруктозного сиропа залил я 15 литров сырца в кастрюлю сырец крепостью 28 процентов по абсолютному спирту если посчитать на калькуляторе самогонщика получается 4200 миллилитров абсолютного спирта работать буду на индукционной плите на аппарат от компании вейн называется вейн реформ про плюс 2 дюймовый с узлом отбора по жидкости будем делать ректификацию на метровой насадочной части так собираю аппарат и начинаем работать я думаю водочка из гфс будет замечательная лучше чем из сахара кто не знает что такое гфс глюкозно-фруктозный сироп можете почитать в интернете я оставлю описание под роликом в комментариях тоже оставлю что это такое попросту говоря это такой жидкий сироп сладкий который получают из кукурузы пройдемся по сборке и так индукционная плита 3,5 киловатта далее 37 литровая кастрюля с купольной крышкой в кастрюле у нас идет клапан аварийный сброса давления и термометр далее идут две царги по полметра в одной царги термометр 20 сантиметров от куба термометр царги утеплены в царгах спн конержавейка три с половиной на три с половиной далее идет диоптер далее идет угол с термометром и с узлом отбора по жидкости второй угол дефлегматор и наверху дефлегматора носик обязательно со связью с атмосферой до охладитель подключен через зажим гофмана люблю я зажимы гофмана тех кто меня давно смотрят те знают вообще в комплекте поставки идет игольчатый экран из нержавейки ну я как всегда поменял на зажим гофмана мне просто так удобнее до охладитель так вода подключена вниз до охладителя вода приходит из водопровода сверху до охладителя вода уходит вниз дефлегматора и сверху дефлегматора вода уже идет у нас в канализацию сброс сейчас включаю индукционную плиту разогреваю на три с половиной киловатта не разогреваю спирт сырец до рабочей температуры когда температура начнет подыматься здесь температура начнет подыматься потом пар спиртовой будет подыматься выше 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 здесь температура начнет расти и я включу уже воду включу воду убавлю подачу мощности на 1,7 в моем варианте 1,7 это рабочая мощность данной колонны вот и дам колонне поработать на себя где-то пол часика потом буду отбирать голову 10 процентов от абсолютного спирта и далее уже буду отбирать тело вот в принципе все стандартно все просто идет разогрев три с половиной киловатта я подаю ребят смотрите когда новый аппарат вы только купили и вот делаете какие-то первые перегоны мой вам совет сначала проведите опрессовочку прежде чем начать работать возьмите подключите воду и проверьте чтобы нигде ничего не капало потому что бывает и такое что мало ли может быть как-нибудь резьбу прикрутили не хорошо обязательно это сделайте я кстати все резьбовые соединения сажаю на жидкую прокладку кстати в комплекте идут быстросъемы под шланги пвх под десяточку но я быстросъемы тоже не люблю работаю всегда на силиконовых шлангах поэтому я заменил их на штуцера елочка ссылка будет в описании на данный аппарат промокод витальсон большие латинские буквы если будете покупать вам скидочку сделают хоть небольшая скидочка но приятная все равно пригодится так выходим сейчас на рабочий режим как я и сказал полчаса работ колонны на себя и отбор голов отбор голов ну как обычно на сахарном самогоне отбирают 10 процентов но здесь у меня самогон из гфс но вернее спирцерец из гфс буду я как делать ну ориентировочно до 10 процентов но все равно буду унюхать возможно и пораньше закончу отбор голов ну посмотрим в процессе перегона температура начала расти как вы видите это значит поднимается спиртовой пар и сейчас дойдет уже от до узла отбора далее до дефлегматора но нам этого допустить пока что не надо потому что слишком большая мощность сейчас как только здесь температура начнет расти я сразу убавлю мощность на 1,7 киловатта хотя потом еще поиграюсь конечно с мощностью возможно до двух добавлю потому что сейчас по потерям посмотрю вообще у меня выявлено уже давно рабочая способность данные колонны это 1,7 киловатта но бывает когда напряжение проседает особенно когда дома все выходной день вот все включают там разные приборы и напрого проседает и индукция допустим выдает показывает 1,7 а ну а там не 1,7 где-то допустим 1,5 поэтому бывает что нужно посмотреть по ваттметру и немного добавить вот вот внизу уже температура 70 в царге сейчас начнет здесь температура подниматься диоптер здесь в принципе вещь скажем так такая нужная для всех 50 на 50 мне чем этот диоптер допустим всегда был удобен когда я выставлял именно искал рабочую мощность колонны я смотрел по нему захлеб чтобы определить предзахлебное состояние колонны захлеб поднялся вот на 10 процентов на 15 скинул мощность смотришь захлеб ушел все нормально рабочую мощность колонны определил вот ну и потом диоптер в принципе особо становится уже и не нужен чисто так посмотреть как тут флегма бежит возле отбора там наверно не видно вот оно пошло 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 убавляем на 1,7 вот сразу резко видите как хоп и температура выросла и вот здесь уже потекло вон струйка посередине там получается в узле отбора посередине трубочка и вот из этой трубочки будет бежать флегма здесь у нас все перекрыто в отбор у нас ничего не идет все вот таким вот образом сейчас мы даем поработать колонне на себя 30 минут настроил отбор уголов примерная скорость это 200 миллилитров в час температура в узле отбора вот здесь при отборе голов может быть нестабильно может немножечко туда-сюда прыгать это ничего это нормально ну и вообще температура может быть у всех разная потому что во первых термометры могут показывать температуру не в цельсиях а в китайцах ну сами знаете как это бывает так и что теперь у нас здесь а здесь у меня два киловатта я все-таки поставил нам на двух киловаттах работаю все отбираю головы как и сказал ориентировочно 10 процентов но также буду на нос на нос ориентироваться буду нюхать вот и дальше уже будем отбирать спиртик так в итоге вернулся я на 17 а на двух киловаттах буквально через 15 минут полез захлеб вернулся на 17 так и работаю на 17 84 4 в кубе и 76 и 4 75 и 9 ну термометра конечно вруны те еще сами знаете ну дай бог с ним получается отобрал я 250 до 72 70 там до и 70 миллилитров голов все чистейший вообще сейчас идет чистейший продукт без каких-либо посторонних ароматов просто чистейший вот вам и пожалуйста да сравнить сахар или фс-ку просто аромату спирта вот сейчас такой ну промо от нюхаешь не резкости не не посторонних каких-то аромат ну вну вообще ничего просто спиртик и сразу с ладони выдыхается и все и больше ничего нету вот прям просто реально вот такой мягенький спиртик по аромату я прям очень и очень доволен сейчас настраиваю отбор 800 миллилитров в час и все отбираю тело отбираю спиртик ну а голову сейчас вылью там в пятишку в которой головешки на рожах собираю набежала 2 литра уже температура в кубе 88 чистая идет чистый как слеза младенца все идет по плану все чудесно наверное как раз вот сейчас сегодня сделаю завтра схожу на рынок куплю клубники у бабушек и на стоечки на клубники поставлю ну естественно разведу отобрал почти три с половиной литра 94 и 4 в кубе вот здесь температуру контролируем температура здесь начинает расти внизу да но вверху температура не растет потому что насадкой хвосты держит можно в принципе добиться того что отобрать вообще до девяносто восьми градусов в кубе но это нужно круто убавлять отбор и покапельно отбирать выжимать спирт из куба я считаю это нецелесообразно я этим не занимаюсь 80 вот здесь когда будет все прекращаю отбор вот и все такие у меня и были предположения три с половиной литра обалденного чистого спиртика как слеза младенца 79 и 6 79 и 7 видите температура стремительно в царге начинает расти все на этом отбор я завершаю так перекрываю сейчас зажим хоффмана чтобы отбор остановить все отбор остановил температура уже 80 и выключаем индукционную плиту красота просто красота у меня фс ки еще достаточно много так что буду еще делать спирт обалденный получается просто вот ну у кого жидкого жидкого гфс ки нету можно купить ту же самую декстрозу это конечно гораздо гораздо интереснее сахара наступило утро следующего дня шланг я здесь уже отключил сейчас буду мыть аппарат вот хочу проверить что там по крепости получилось взял аспт вот 60 до 100 очень удобно он с термометром так по крепости я пока не так понимаю девяносто восемь с половиной смотрим по нижнему мениску девяносто восемь с половиной так вносим сразу показания в калькулятор дабы корректировку сделать и по температуре 25 26 27 27 с половиной сами понимаете ребята вообще так 27 с половиной вообще всегда во всем бывает погрешность со 7 и 5 так что у нас получается реальная крепость реальная крепость у нас получается 97 после корректировки 97 процентов ну возможно где-то я как и говорю там какая-то может быть погрешность небольшая но 96 и 6 100 процентов есть но спирт прям прям я не знаю как сказать как слеза младенца сейчас чистой водичкой детской разбавлю где-то процентов наверное до 42-43 ну и буду делать настоечки все друзья мои всем пока до новых встреч быть добру